И такой настрой на матч у Барнаула был в первых секунд. Взять реванш за поражение в первом круге будто был долг. И хозяева его исполнили красиво. Взяли игру под свой контроль, а купол и родники лишь иногда уходили в атаку. Мы строим свою игру больше от защиты. Можно придумывать разные варианты форм защиты, но если каждый игрок не будет сам защищаться своим один в один, ничего не получится. Вторую четверть в Барнаул начал феерич. На вход пошли красивые домашние заготовки из серии американского баскетбола. К большому перерыву наши вели плюс 21. У нас было очень много быстрых прорывов, как нам тренер потом в перерыве объяснил, что за счет них мы сделали хороший зател. Ну и всегда на подъеме таком, там любые практически броски идут. Даже если мы бросали через руки, как-нибудь еще все бы летело. Нам дали пистонов, естественно, здесь мы поработали, нам объяснили, что как делать и сделали так, как просил тренер. Во второй половине игры гости предприняли попытку поиграть в свой баскетбол. И даже получилось. Купол и родники выиграли третью четверть – 28-24. Но Барнаул держал ухо во строй и не собирался отдавать игру. Показав знатный баскетбол, хозяева установили итоговый счет на табло – 103-83. Прямо как в песне Расторгуева «Улочки московские». В кармане «Честная сотня», надо бы ее разменять. Ну, вы видели с первых минут, ребята горели желанием защищаться, атаковать. Была агрессия от нас правильная. Та, которой не было в Москве в последней игре. И это дает результат. В турнирной таблице после 17 игр в Барнаул идет на 10-м месте. Борьба за ТОП-8 продолжается. Попадание в этот список позволит команде выйти в плей-офф. Следующий матч барнаульцы проведут дома 20 января, принимая московский клуб МБА. Начало встречи в 19.00. Дмитрий Дроздов, Вадим Быстревский. День с толком.